Вот так в кулуарах начинаются разговоры о больших контрактах. Перед началом официальной встречи губернатор Краснодарского края о чем-то долго общается с Катариной Клаас, главой одной из крупнейших компаний по производству сельхозтехники. Международные отношения явно выстраиваются на дружеских связях. Официальная программа российской делегации, которую возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, началась с заседания Восточного комитета германской экономики. За одним столом собрались руководители крупнейших немецких компаний и губернаторы российских регионов. Мы надеемся определить ряд совместных проектов и приступить к их конкретной реализации. Мы видим, что Россия нацелена на увеличение местного производства и экспортной деятельности. Есть весь потенциал для сотрудничества. Восточный комитет германской экономики через два года, уже будет 70 лет, как укрепляет и развивает российско-германские торговые и экономические отношения. И мы абсолютно искренне и высоко ценим работу вашего комитета по выстраиванию диалога между нашими странами. Германия остается ключевым экономическим партнером для России. И такие встречи позволяют настроить взаимовыгодный диалог между двумя странами. Казалось бы, западные санкции должны были охладить деловые отношения, но наоборот их укрепили. Только между Краснодарским краем и Германией за последние три года товарооборот составил почти миллиард долларов. Разговор о дальнейшем сотрудничестве продолжился уже на встрече с представителями ассоциации немецких закупщиков. Кубанскую делегацию исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс Сначала поприветствовал на немецком, но через несколько минут с легкостью перешел на русский. Может быть, я изменил, вы прекрасно переводите, но можно я еще раз, чтобы... To be more precise, как бы... Потенциал у вас в регионе есть, надо внимательно посмотреть, и мы бы через этот процесс идентифицировали именно те фирмы, которые могли бы как поставщики быть не только в Германии, но и для локальных производителей. Сегодня Кубань заинтересована в несырьевом экспорте, отмечает губернатор. И речь не только о вине и кондитерских изделиях. Сместить акценты хотят в сторону промышленных товаров. В крае налажена металлообработка, выпуск сельхозтехники и станков, производство стройматериалов и удобрений. Полный список компаний, выпускающих продукцию на экспорт на столе у немецких закупщиков. Чтобы, как говорится, пощупать все своими руками, Внямин Кондратьев пригласил бизнесменов из Германии на экскурсию по заводам и комбинатам Краснодарского края. Бизнес Краснодарского края готов к экспорту, потому что мы сегодня на самом деле научились производить достойную продукцию, за которую не будет стыдно, в том числе и на европейском рынке. Мы научились быть гибкими. Бизнес Краснодарского края научился быть в рынке. На рынок нужно очень быстро отвлекаться, нужно быстро маневрировать. Поэтому, исходя из запроса интереса от того или иного бизнеса немецкого, мы можем скорректировать то или иное производство под именно этот интерес и с этого начать. Поэтому, еще раз подчеркиваю, сегодня промышленность края достаточно гибкая. Достаточно гибкая, поэтому для нас принципиально важно сегодня рассматривать вопрос о расширении рынка сбыта. Поставляем в Италию, Великобританию, в Германию, в Нидерланды, Грецию. И за последние два года экспорт составил более 1 миллиарда долларов США. Но в то же время край заинтересован в открытии новых производств. Тем более, что уже есть ряд успешных примеров. Так, компания «Класс» намерена перенести выпуск маломощных комбайнов из Германии в Краснодар. В аграрном крае рынок сельхозтехники один из самых емких. Сейчас, например, у кубанских фермеров большой спрос на трактора малой мощности для обработки виноградников и садов. Занять эту нишу в том числе могут и немецкие производители. Агропромышленный комплекс региона Краснодарского края закупил более 16 тысяч тракторов в Беларуси. И, безусловно, компания ведет переговоры с тем, чтобы разместить производство тракторов в Краснодарском крае. И мы сегодня, понятно, рассматриваем в том числе и эти варианты, но прекрасно понимаем, что высокотехнологичное сельское хозяйство диктует нам, чтобы в крае появились современные тракторы малой мощности. Мы активно ведем переговоры с компанией «Класс». Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но в любом случае рынок не стоит на месте и спрос диктует предложение. Немецкие компании, которые уже разместились в Краснодарском крае – пример того, что для региона иностранные инвесторы – дорогие партнеры. Тем, кто готов открывать свое производство на Кубани, могут предоставить налоговые льготы и даже обеспечить промышленными площадками с необходимой инфраструктурой. Такой вот зарубежный бизнес с кубанским акцентом, который, как уже показала практика, успешно работает в регионе, несмотря на внешнеполитические условия.